Четверг. С вами я, Евгения Мангуби, с ежедневным репортажем Trading Center WebTV. Фьючерсы на фондовые индексы США выросли в четверг, восстановив прежние позиции в последний торговый день этой недели. Сильные показатели розничных продаж в США усугубили слабые экономические данные из Европы. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии незначительно вырос, в то время как производство во Франции достигло четырехлетнего минимума. Тем не менее, розничные продажи в США выросли сильнее, чем ожидалось, на 1,6% в прошлом месяце. Форекс-маркет имеет следующие значения. Пара евро и доллара под давлением. Курс валют держится ниже горизонтальной линии сопротивления. Краткосрочные позиции будут ниже 1,1280 пунктов со значениями 1,1240 пунктов и 1,1230 пунктов. Фунт по отношению к доллару на 0,43% ниже и составляет 1,2987 пунктов. Доллар по отношению к японской иене на 0,08% ниже и составляет 111,96 пунктов. Биткоин на 0,63% дороже и стоит 5,266 долларов. Золото дешевеет, его цена ограничена нисходящей линией тренда. Краткосрочные позиции будут ниже 1,278 долларов со значениями 1,268 долларов и 1,262 доллара ровно. Серебро на 0,03% дешевле и стоит 15,01 доллара за тройскую унцию. В четверг с вами была Евгения Мангуби. Специально для Trading Central Web TV.